Сегодня наша страна переживает сложный период, обусловленный экономическими санкциями и падением национальной валюты. В этих условиях мы не можем допустить потери резервов роста, в том числе от коррупционных и иных правонарушений. Работа нашего совета способствовала профилактике нарушений, так по результатам инвентаризации неучественной муниципальной собственности за 2013-2014 годы, выявлено более 50 тысяч объектов, по которым отсутствовали документы государственной регистрации. Обеспечена регистрация прав собственности более 15 тысяч объектов. Все это позволило упорядочить работу с недвижимостью и дополнительно мобилизовать различные бюджеты порядка 90 миллионов рублей. Еще один положительный пример – создание площадки для проведения электронных торгов на право аренды государственного имущества. Площадка расширила круг участников торгов, способствует повышению прозрачности процедур и развитию конкуренции. В прошлом году проведено 112 таких торгов, следует усилить эту работу и распространить практику на территории всей нашей республики. Несмотря на принимаемые меры, пока рано говорить о конкретных изменениях. Мы уже не первый раз обсуждаем проблему коррупции. В течение года направляются обзоры и методические рекомендации по организации работы. Вопросы коррупционных нарушений регулярно поднимаются СМИ и общественностью. Тем не менее, количество правонарушений практически не снижается. По данным социологических опросов за последний год, каждый восьмой опрошенный житель республики попадал в коррупционную ситуацию. Правоохранительными органами к уголовной ответственности ежегодно привлекаются около 250 человек. Около 5000 правонарушений антикоррупционного законодательства выявляются органами прокуратуры. Нужно провести анализ недостатков и выработать меры по их минимизации. Около 5000 правонарушений антикоррупционного законодательства выявляются органами. Продолжение следует...